Ну что же, всем привет, ребят, меня зовут Орбодурю, мы с вами продолжаем играть транспорт февер 2 с модами, и это уже, слушайте, 12-13, не знаю какая серия, в общем, сегодня у нас тоже очень много, как всегда, планов, и первое, что я заметил, это у меня ни разу в жизни не было такого огромного количества груза на одной остановке, и с этим определенно нужно что-то делать, потому что у меня, вот эти вот паромы, о, кстати, кстати, это попозже расскажу про это, паромы, у меня перевозят только 70 единиц груза, это не очень хорошо, и теперь я наконец-то нашел, на самом деле не было ничего в этом сложного, настройку, где можно теперь сделать так, что те или иные города будут принимать больше 2 грузов, я сделал пока что до 4, соответственно, что мы сейчас с вами делаем, в любом случае нам нужно сейчас добавить сюда еще кораблей, потому что, потому что это очень мало, ну, логично, и возможно, я бы хотел что-то, так, знаете, вот такое более быстрое, если честно, и что-то достаточно вместительное, например, вот это вот, вы, слушайте, столько материалов все привозят, перевозят, так, ну, смотрите, можно, наверное, можно, в принципе, купить 3 таких баржи, сейчас у нас будет куча, огромное просто количество уведомлений, но это не страшно, и поскольку у нас очень много здесь кирпича перевозится, да, я знаю, спасибо большое, можно, кстати, сделать не больше ни паузу, а что-то другое, и, соответственно, у нас город Кисловодск вообще без кирпичей, в принципе, поэтому с этим нужно тоже что-то делать, и так, значит, нам в любом случае нужно на этот маршрут, ну, здесь, кстати, нормально у меня, я очень надеюсь, что скоро эти уведомления перестанут приходить, потому что они меня очень напрягают, если честно, и, соответственно, здесь у нас будет второй маршрут, который у нас, выход вот этого вот у нас будет, который у нас как раз-таки будет вести в сторону Кисловодска, меня единственное, конечно, очень радует, что у нас с вами очень много денег, и, слава богу, нам об этом сейчас не нужно париться, потому что вот это я прям терпеть не могу, когда нужно переживать насчет средств, это прям ужасно, Мне кажется, если честно, я задолбаюсь скрывать вот эти вот уведомления, потому что они всплывают и всплывают, это не очень хорошо Можно, кстати, вот так вот дорогу соединить, и будет, я думаю, нормально Все, кстати, я отключил уведомления, и теперь что мы можем с вами сделать? Мы можем провести с вами новый маршрут Нам доступны, кстати, новые самолеты Embraer, нам доступен Слушайте, сколько самолетов мне теперь доступен, просто ливрей тут очень много, мне кажется, и рельсы Слушайте, нам доступен теперь рельсовый автобус, это очень круто, потому что я всегда хотел его в своем регионе пустить, но негде было, честно говоря Нам нужна разгрузочная станция, слушайте-ка А вот хороший вопрос, ну, наверное, мне придется их сделать тут две, потому что другого выхода у меня, наверное, нет Если я добавлю сразу на одном маршруте две остановки, то будет ли это нормально? Давайте посмотрим В любом случае, нам еще сейчас нужно купить с вами машинки, какие-нибудь грузовички, но я думаю, их понадобится Нисколько они нужны будут овер-вместительные, сколько... А, ну, кстати, кирпичи вот эти, все замечательно Ну, можно, наверное, штучек 15 купить, потому что маршрут достаточно длинный, вроде как Ну, да, достаточно длинный, мне кажется, стоит, стоит определенно Конечно, очень так интересно получается, но ладно, не важно Ну, и как бы все, у нас получается же там, помните, еще камни в предыдущей серии мы с вами возили А где у нас, кстати, камни? Откуда мы их берем? Я забыл А берем мы, кстати, камни отсюда, тут камней очень много, мне кажется, можно даже, знаете, че? Увеличить количество вагонов на этих составах, потому что, ну, как-то извините, хотелось бы побольше еще кирпичей, побольше доходов хотелось бы Ну, я думаю, по три вагончика, в принципе, можно добавить, я думаю Ну, и, наверное, нормально, конечно, не так уже много у меня тут составов курсирует Но хотя бы они теперь вроде как должны вмещать побольше, кстати, почему-то они не все, не все я обновил Вот эти надо еще обновить Вот, теперь вообще красота, все, с этим мы вроде как разобрались Теперь, честно говоря, я бы запустил какой-нибудь маршрут Единственное, что, знаете, мне не очень, конечно, нравится, мне писали в комментариях об этом, что не очень хорошо, что у меня тут прям аэропорт Плюс, плюс, смотрите, в чем проблема Проблема в том, что, кстати, мы можем снести ферму, если что Проблема как раз-таки в том, что прямо около города находится аэропорт, не очень это хорошо Мне кажется, это дело нужно исправить Тем более, опять же, у меня тут, я бы на самом деле добавил еще тут два параллельно друг другу идущих пути Потому что все-таки ветка достаточно такая с активным движением и точно нужно это будет исправить Очень обидно, конечно, это все убирать, но выхода у нас, как бы, к сожалению, здесь нет И, если честно, я бы тут вот даже добавил, наверное, бы... А как бы мне лучше поступить? Я бы, наверное, вот здесь вот еще дополнительный путь добавил Мне кажется, можно... Ну да, параллельно, конечно, не получится его пустить, к сожалению Я имею в виду параллельно платформе и сюда... Хотя... Подождите-ка... Ладно, не буду Мне, конечно... Я, конечно, могу сделать тоннель в теории, но как-то, наверное, нет в этом смысла Ну все, мы немножечко избавили... А, нет, слушайте-ка, не избавили Я... Все, я придумал сейчас, как мы с вами сделаем Так, ну поля мы с вами можем свободно стирать Если что, мы их восстановим при помощи мода Я бы не сказал, что это читерство, но... Тем не менее, деваться нам некуда Так, наверное, вот эти поезда нам придется сейчас убрать, к сожалению И сразу мы их здесь восстановим Все, вот эти пути мы благополучно стираем, чтобы они нам не мешались И теперь можем делать нормальный аэропорт где-то, вот, например, в этих краях Очень много места тут освободилось И можно будет даже, знаете, что построить тут две взлетные полосы Еще я бы, наверное, здесь убрал гуру, потому что она тоже немножечко мешает Можно, кстати говоря, еще пустить как раз-таки вот эти рельсовые автобусы Как небольшие экспрессы, например, от других участков наших городов Но это сейчас, короче... Сейчас придумаем, как это все лучше реализовать Нам главное сейчас разровнять пока что территорию Ну вот так вот намного стало лучше Единственное, да, нам чтобы, главное, можно было расположить тут второй взлетно-посадочную полосу Но, с другой стороны, опять же, места у нас тут много, так что нормально Ну, собственно, здесь у нас с этой стороны будут располагаться исключительно Получаются пассажирские терминалы, правильно? Правильно Будет у нас тут с вами два терминала А с обратной стороны можно уже сделать вторую взлетно-посадочную полосу И, соответственно, здесь уже можно спокойно построить Или нельзя? В смысле? Почему я не могу здесь ангар построить? В чем проблема? Может быть, конечно, нужно разровнять территорию? Но что-то я сомневаюсь, что дело будет в этом Слушайте, а реально нельзя? Ну, ладно, конечно, это я бы не сказал, что прям критично Этично, но обидно немножко А-а-а, все, нужна рулежная дорожка, все, я понял, до меня дошло, извините Соответственно, можно здесь построить парочку, наверное, грузовых терминалов Раз, два И дальше можно построить ангар И из разного, что у нас тут еще есть Можно вот эти огни, вот эти огни поставить И вот эти огни поставить, и все будет шикарно Итак, значит, здесь у нас пойдет с вами, естественно, вот такая вот прекрасная улица Но на улице у нас этой остановок не будет У нас, естественно, будет наш любимый вот этот разворотный круг Разворотное кольцо, как я называю Здесь можно построить что-то, например, поставить что-то типа вот такого прудика Так, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Шире, наверное, делать не буду Сделаю тут два терминала Все, это мы с вами присоединили Все у нас замечательно Осталось только сделать железнодорожную станцию Конечно, тут проблема в том, что у нас две железнодорожных ветки То есть, в идеале, конечно, сделать четыре пути по два на каждое направление железной дороги Плюс еще два транзитных для грузовых поездов Ну, это, конечно, в идеале Если это уместится и уместится ли это в принципе, очень надеюсь, что да Ну, в принципе, можно это реализовать как-то вот так, например Ну, давайте тогда здесь сделаем все вот таким вот образом Можно, наверное, и подлиннее здесь платформа вполне сделать, почему бы и нет Ну, теперь это уже хоть на что-то похоже более-менее цивильное Только нужно еще сделать скоростные пути Вот так вот замечательно И осталось все это наше прекрасное Наши прекрасные постройки соединить с нашим главным ходом Конечно, вопрос, как это лучше сделать Ну, сейчас, собственно, постараемся как-нибудь сориентироваться Ну, значит, грузовые поезда, которые ходят вот по этим путям Они в любом случае будут идти вот по этим транзитным путям Если я правильно понимаю Я понимаю вроде как правильно Или лучше, конечно, вообще, знаете, наверное, не использовать А, хотя нет, ну почему Вот, может быть, вообще лучше даже сделать вот так вот, мне кажется Нет Нет, конечно, эта платформа классная Но, наверное, я буду использовать немножечко другую платформу Которую мы использовали на вокзале Просто потому что у меня, видимо, не выйдет сделать это все грамотно Значит так Ставим мы с вами тут вот такой вот прекраснейший терминал Возможно, мы его перенесем чуть левее и правее Это сейчас не сильно важно Короче, система у меня как-то не особая, если честно, получилась Поэтому, наверное, мы оставим с вами вот все таким образом Сейчас, в общем-то, попробуем все это как-то обыграть Значит, один пассажирский маршрут у нас с вами идет так Правильно? Правильно Значит, это у нас, соответственно, идет пассажирский Вот эти пути по центру я очень хочу использовать в качестве грузовых И как бы мне это лучше сделать, я даже не знаю Наверное, пока что сделаем вот так Попробуем, по крайней мере В конечном счете у нас с вами должно получиться вот такие четыре пути вместе Правильно? Правильно Можно, наверное, даже более плавный переход вот такой вот сделать и будет получше Соответственно, второй железнодорожный маршрут у нас, получается, идет вот отсюда Если я правильно понимаю И здесь, ну, будут вот так вот, видимо, перекрещиваться пути Но, наверное, тоже в этом ничего прям супер страшного нет Мне кажется С другой стороны, можно, конечно, пустить эти поезда здесь Ну, сейчас, короче, посмотрим Тоже подумаем Вот И эти пути, по идее, должны как-то вот так вот перекрещиваться Не очень, конечно, хорошо получилось Я согласен Но, вроде как, другого пути у нас, наверное, с вами и нет Либо попробовать сделать как-то так И посмотреть, что из этого, в принципе, выйдет Давайте посмотрим Так, ну, еще два главных пути мы с вами добавили Но это у нас, насколько я понимаю, грузовой маршрут Правильно? Правильно Он у нас идет по пассажирским путям Но ему это делать не нужно Ему желательно идти тогда вот по этим путям Но тогда ему на них нужно как-то съехать Вот это тоже, конечно, интересно получается Не, ну все, по идее, как будто правильно идет Нужно только сейчас переназначить все остановки Так, я уже успел сделать в Новосибирске новую платформу Точнее, обновить путевое развитие И, ну, в принципе, с какой-то стороны у нас уже почти все готово Единственное, у нас, конечно, проблема с маршрутом ЖД-1 Давайте посмотрим Так, ну что, на Новосибирске у нас все нормально Поезда будут прибывать на ту же самую платформу Грузовые поезда в ту сторону, кстати говоря, можно перевести на другой путь Между прочим, мне ничего не мешает это сделать сейчас Так, ну вроде бы, вроде бы стало чуть лучше Чуть-чуть, конечно Слушайте, кстати, здесь какие-то поезда еще привозили детали Вопрос, что это были за поезда, мне, кстати, интересно Типа детали Новосибирск? По-моему, мы что-то с вами в прошлой серии делали Что-то у нас возило детали А, вот эти поезда у нас как раз-таки с вами детали и возили Угу Но тогда бы я, возможно, сделал здесь грузовую платформу, например Просто где тогда вот этим составом разгружать детали? Вопрос, если они едут вот по этим путям, да? Тогда я предлагаю здесь немножечко снести И получается сделать грузовую платформу где-то тут Чтобы разгружались детали Так, ну слушайте, прошло, наверное, уже порядка получаса, если не больше И в принципе, в принципе, я думаю Уже это на что-то становится похожим Осталось только наладить маршруты наземного городского общественного транспорта То есть автобусы и в принципе все Ну, как бы, да, в принципе, у нас почти нигде не перекрещиваются пути И меня это очень и очень радует Здесь уже, конечно, места для переезда, к сожалению, не будет Насколько я понимаю Поэтому нам нужно сейчас будет здесь построить тоннель Соответственно, вот он, наш тоннель И сюда этот тоннель, получается, где-то здесь он точно должен уже выйти Ну, как-то так вроде бы получается Я думаю, уже, в принципе, получше, получше Единственное, конечно, у нас тут с вами два тупиковых пути Я не знаю, куда их девать Но пусть пока здесь будут Может быть, что-то с ними еще придумаем Ну, как бы, все У нас тут теперь есть очень-очень длинный, крутой маршрут Который ведет до аэропорта Но, по факту, он, наверное, не так важен Потому что у нас тут есть аж движение с дорожной ветки Которая соединяется Поэтому у нас осталась проблема только с топливом Новосибирск Сюда приезжало топливо А топливо, извините, это какой маршрут? Откуда он вообще идет? Подождите, значит, здесь еще и разгружалось топливо Я правильно понимаю? Ну, тогда нужно просто вот это вот сюда привезти И все будет хорошо Все должно быть идеально, замечательно И у нас больше нет предупреждений Это замечательно Нужно только разровнять здесь немножечко территорию Так, и осталось, естественно, добавить Вот немножечко таких элементов Единственное, у нас, конечно, проблема, что А, так нет, подождите Стоп, а как люди попадут на платформу? Кстати, хороший вопрос Потому что здесь нет ни единого подъема на платформу Это как? Просто это, конечно, я очень интересно придумал А как люди здесь будут ходить, в принципе? А, ну вот, хотя бы здесь можно сделать спуски Ну, уже хоть что-то, надеюсь, это поможет Так, что у нас, кстати, там с кирпичами Пока это все строило Слушайте, а с кирпичами-то все так же их очень много Мне кажется, можно спокойно Еще добавить, наверное, три баржи Будет хорошо Все, баржа груз разгрузила Простите, конечно, за тавтологию Но теперь проблемка в том, что здесь не хватает платформ Вот в чем дело И на Кисловодск у нас почему-то вообще груза никакого нет И это тоже не есть хорошо В чем тогда проблема? Ладно, посмотрим попозже на прогресс Для нас это пока не первая категория важности Что у нас есть дальше? Меня немножко напрягает транспортное развитие в городе Коломна Потому что у нас есть один лишь маленький автобусный маршрут Который охватывает вообще ничего Ничего толком не охватывает Поэтому нам нужно с вами сейчас сделать дополнительный автобусный маршрут Потому что, как говорили, хватит трамвая С чем я определенно согласен Хватит трамвая, действительно Поэтому вот по окраине нашего города Коломна Будем пускать с вами автобусы У меня вообще теперь появилась идея Просто рандомно называть автобусный маршрут Потому что, честно говоря, я уже сбился со счета Поэтому автобусы будем с вами называть рандомной, естественно У нас тут какая-то проблема А в чем, собственно, проблема, я прошу прощения Я бы, если честно, расширил тот терминал И сделал бы, чтобы здесь было две Ну, как сказать, не две остановки А как это правильно назвать-то Не, ну хотя почему? Две остановки, все правильно Ну и все, теперь у нас есть два автобусных маршрута На этот маршрут, наверное, я выберу какие-нибудь, может, оригинальные автобусы Если они тут у меня имеются У меня, кстати, есть маза Можно, наверное, пять мазов Сказал пять, но уже четыре, видимо Можно, наверное, даже какие-нибудь пазики Для разнообразия, мне кажется, можно Назовем его автобус А-84 Для разнообразия Также у нас очень много народу Вот на этой автобусной остановке Поэтому нам нужно добавить подвижного состава И на этот маршрут тоже С Невинномыском у нас тоже все неоднозначно Парочку трамваев, мне кажется, да ладно, даже одного, наверное, хватит Или, может быть, каких-нибудь два, но одиночных Ну, например, вот такой А два таких купим и будет хорошо Так, что у нас с городом Вольск Здесь, ну, так себе, конечно Но с другой стороны, по идее, здесь все это покрывается Так что пока что, наверное, можно оставить Единственное, тоже пару единиц транспорта можно добавить И тоже будет хорошо Вот с Кисловодском тоже не очень хорошо Мы, конечно, сейчас сюда будем возить кирпичи Только, по-моему, они не возятся Если я правильно понимаю, да? Здесь у нас, конечно, ходит трамвай Но для разнообразия, я думаю, тоже можно вполне построить Тут автобусный маршрут, вернее, проложить Давайте посмотрим, как его лучше тут в итоге проложить Ну, естественно, он у нас пойдет вот отсюда Так, и у нас трамвай тут почему-то застрял Хороший вопрос, почему Вот, теперь все нормально Автобусный маршрут здесь у нас тоже пойдет по окраинам города Потому что, в принципе, на окраинах у нас тут никакого транспорта нет И, я думаю, конечное будет где-то тут Так, замечательно Все у нас идут, естественно, пока на трамвайный маршрут Но сейчас мы пустим автобус И он тоже, я надеюсь, будет востребован Что у нас по ДП? ДП у нас тут имеется? Какие автобусы пустить? В принципе, ничего сверхного у меня тут нету Я бы, наверное, купил просто 15 вот таких автобусов И этого было бы, я думаю, достаточно Назовем маршрут А, не знаю, А-34, например С другой стороны, у нас скоро доступны, мне кажется, будут новые автобусы Поэтому 100% мы все поменяем Новые автобусы, само собой Но и Каруса тоже, естественно, оставим А на маршрут ЖД-1 я бы, наверное, добавил парочку каких-нибудь электричек Потому что их тут точно не хватает А купил бы я какой-нибудь 8-вагонный состав Вот что-то из серии Не знаю, не знаю, не знаю Наверное, из этой серии сделаем такой сдвоенный состав Я, кстати, не знаю, ходят ли у меня тут таковые Вроде бы где-то ходили А может быть и не ходили Потому что, мне кажется, прикольно Вообще, на странах постсоветского пространства По-моему, не практикуют сдвоенные составы За исключением ласточек И это, мне кажется, было бы отличным разнообразием И дополнением в нашу игру Да, вот так вот, например Кстати, ходят, слушайте, ходят Отлично Поэтому едет вот у нас тут сдвоенный состав Возможно, нам даже понадобится не один, точнее Потому что интенсивный пассажиропоток Кстати, кстати, я же еще вот сделал вот эту вот станцию Если помните И тут у нас приличный такой тоже пассажиропоток Мне кажется, нужно определенно обновить здесь Подвижной состав У нас в основном на красном маршруте, да? Один состав точно нужно добавить Определенно Здесь у нас, кстати, почему-то копится Очень-очень много нефти Что у нас вообще тут за маршрут? Пластик, уссурийск У нас тут только один состав А почему? Я прошу прощения И он очень слабенький Мне кажется, это нужно срочно исправлять Можно, кстати, добавить разные цесерны Потому что у нас куча новых цесерн с вами теперь доступна Это хорошо А что у нас будет возить данные вагончики грузовые? Наверное, что-то, что-то, что-то дизельное Определенно, возможно, какой-нибудь ВЛ Если у меня таковой имеется По-моему, у меня его тут нету А, ну правильно Потому что они у нас в электрических Ну, можно для разнообразия попробовать Я, кстати, еще ВЛ и не пускал И это будет отлично Мне кажется, давайте посмотрим вблизи на этот состав Потому что очень интересно Ну, вот это я понимаю Вот, наверное, большинство таких как раз-таки электровозов С опущенными фотографами У нас курсируют по странам постсоветского пространства Здесь тоже, кстати, очень много топлива скопилось Правильно, что мы это все обновили Все нормально У нас, кстати, на маршруте ЖД-3 Очень-очень большой тоже пассажиропоток Нужно увеличить количество поездов Тем более у меня тут почему-то Почему у меня тут курсируют шести вагоны состава Я не знаю Но, в принципе, с другой стороны Нам не обязательно Увеличивать количество восьми вагонных составов Можно просто пустить еще Один шести вагоны, например А лучше даже, если честно, два И пустим мы эти прекраснейшие поезда На маршрут ЖД-3 Также давайте посмотрим Как у нас тут обстоят дела С нашим обновленным транспортным пересадочным узлом Дела обстоят у нас хорошо И, между прочим, я скачал мод На надземный переход Я, правда, не уверен Нормально ли он у меня установился Нет, скорее всего, нет Потому что я его толком вручную не устанавливал Но я думаю, потом Стоит обязательно все это поставить Так, у меня тут, кстати, остановился поезд И это не очень хорошо Потому что кто кого пропускает Тут непонятно, к сожалению Потому что вот тут так неудобно Если честно, перекрещиваются пути И как лучше сделать Я, честно говоря, без понятия Вот, и они, насколько я понимаю Ждут просто-напросто друг друга И все Вот, и как бы чего он ждет Я, честно говоря, не особо понимаю Может быть, мне, конечно, уменьшить По одному вагону на каждый состав Может быть, это поможет Но что-то это как-то не особо помогает, если честно Вот, ну все Он, наверное, вот тот состав просто-напросто ждал И, по идее, наверное, в этом-то и была проблема Теперь вроде все должно быть хорошо Так, ну и на самом деле Я бы где-нибудь, если честно Между двумя городами Пустил бы для разнообразия рельсовый автобус Кстати, можно это как раз так и сделать Между клином и балаших Или балаших, я никогда не знаю, как правильно Прошу прощения Потому что все говорят по-разному Соответственно, с этим что-то нужно определенно придумать Но вопрос, что и каким образом это лучше сделать Потому что это выглядит что-то вроде как Служебной соединительной ветви Но по факту это очень хорошо Вот этот рельсовый автобус Очень хорошо впишется вот в эту всю систему И можно очень круто, очень круто Делать вот такие вот маленькие платформы И это действительно выглядит очень-очень мило Собственно, нам нужно все это как-то присоединить К нашему Ну не то чтобы главному ходу, но По крайней мере все это вместе соединить И главное, главное, чтобы тут тоже не было никаких проблем с трафиком И как раз таки вот сюда В сторону клина У нас будут следовать наши поезда Ну как поезда? Скорее всего это, наверное, будет Два состава, мне кажется Ну как два состава, просто два вагончика и все То есть, ну я не думаю, что пассажиропоток будет настолько тут велик Что аж прям придется пускать несколько составов Все, платформу мы с вами построили Теперь нужно это соединить вот здесь И также соединить это вот здесь Также поставить светофор, например, какой-нибудь вот такой маленький здесь Здесь у нас светофоры имеются Это хорошо И то же самое мы делаем вот здесь Все отлично Теперь, что касается депо Где у нас ближайшее депо находится Вот мне, кстати говоря, интересно очень А ближайшее депо у нас, кстати, нигде не находится К сожалению, поэтому, поэтому нам, видимо, придется построить Где-то здесь дополнительное Но ничего страшного Все, и, соответственно, мы покупаем с вами Нет, сначала нужно, естественно, проложить маршрут Назовем этот маршрут РА-1 Потому что по нему будут ходить рельсовые автобусы Теперь мы покупаем эти самые рельсовые автобусы Они у нас, по-моему, дизельные Если я правильно понимаю, да? Да, все правильно Кстати, у меня есть поезд метро Нужно будет метро потом поставить И купить, наверное, три штучки можно, я думаю Ну, это давайте посмотрим вблизи на этот состав Так, не на этот, а вот на этот Так, ну, выглядит, это, я так понимаю, стандартная версия Если я правильно понимаю Вот Ну, а какая с другой стороны еще бывает И какая у него, кстати, максимальная скорость Мне вот интересно Давайте посмотрим 100 километров в час Ну, кстати говоря, неплохо И вместимость 20 единиц Наверное, я думаю, этого будет достаточно Очень на это надеюсь Так, ну, естественно, теперь нам нужно проложить Новый автобусный маршрут Кстати, можно сразу сделать 98-й год Что у нас тут есть? Аэрофлот Боинги, кстати Боинги у нас тут доступны И больше, как бы, толком ничего у нас Интересно, недоступно Кроме ЭД-4М Вот это просто крутяк Вот это то, что я хотел Все, у нас теперь ЭД-4М Это круто Значит, соответственно Новых автобусов нам не дали Поэтому будем сейчас использовать с вами старое Новый маршрут под названием А-64, к примеру У нас готов Теперь нам нужно купить для него автобусы Покупаем Можно, кстати, купить вот какие-нибудь такие с гармошкой В 8 штучек И будет тоже нормально И абсолютно то же самое нам нужно сделать как раз-таки здесь Потому что здесь общественного транспорта у меня вообще никакого нет Само собой прокладываем маршрут И называем его, например, А-29 И покупаем на него тоже автобусы Но здесь нужно побольше Автобусы в другой цвет хочу Потому что вообще его не видно А автобусы Автобусы Вообще есть откуда их взять? Нет? Я бы еще вот здесь вот остановки добавил Потому что как-то не дело Вот так-то лучше У нас теперь тоже автобус ходит по окраинам Плюс нужно закупиться еще здесь трамваями Потому что маршрут у нас очень много Очень много тут пассажиров И я бы, наверное, купил что-нибудь новенькое для разнообразия А из новика у нас тут толком ничего нет Можно просто купить пару татар И пару вот таких татар И все А на автобусный маршрут мы покупаем какие-нибудь Тоже, например, для Азу штучек аж 15 И будет тоже шикарно Ну, можно, наверное, даже этот автобусный маршрут провести К станции Потому что все равно оно тут рядом находится Почему бы и нет? Автобусы у нас на маршрут выехали И сколько у нас тут человек? Аж целых 4 человека Здесь едет 0 Ну, в принципе, я и не рассчитывал Прям на особо большой пассажиропоток Потому что это обычный рельсовый автобус Который соединяет два небольших Относительно небольших городов Кстати, прикольно Очень открываются двери Причем я на рельсовых автобусах К сожалению, в жизни вообще никогда не катался Очень бы хотел До времени как-то не хватает Нам доступны новые транспортные средства Это новые Боинги Новые ЧС-4Т Это хорошо Наверное, нужно сделать немножечко поменьше Скорость Это что-то быстро И очень-очень много всяких Грузовых грузовиков Грузовых грузовиков, естественно И пропало почему-то Ладно, окей В любом случае Я бы сейчас, наверное, заменил Часть старого устаревшего Подвижного состава на маршруте На каком маршруте я бы заменил это Наверное, на ЖД-1 я бы заменил Все вот такие вот старые поезда На 8-ми вагонные ЭД-4М Которые у нас, по-моему, есть только в одной Расцветке Но это тоже не критично Потом это все можно прекрасно поменять Заменяем мы это все на 8 вагонов И давайте посмотрим на Какой-нибудь поезд ЭД-4М Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ну-ка Не, ну вообще, слушайте Замечательно Очень реалистично Все, как я люблю Прям очень-очень Сегодня продуктивная серия Можно даже сигнал подать Прикольно И скорость у них, кстати, выше на 10 км в час Чем у остальных Я бы, может быть, еще на некоторых других Маршрутах бы заменил У нас, кстати, есть ЖД-6 А зачем нам ЖД-6? Я, кстати, не помню Что вообще у нас Воздух перевозит Не, а реально Зачем у нас ходит ЖД-6? А, ЖД-6 у нас связывает, по-моему, Калининград И так Понятно Ничего он не связывает Окей Да, связывает Калининград И, ну, кстати, здесь Тоже можно пустить спокойно Шести вагоны, например, ЭД-4М Тоже круто будет Вот И на маршруте, наверное Какой у нас тут? ЖД-5? Ой, ЖД-5, да Можно тоже какие-нибудь старые поезда Например, вот такие вот Можно, наверное, заменить Тоже на ЭД-4М Наверное Не знаю Будь будут восьми вагоны у нас И на ЖД-1 Я бы, наверное, даже добавил Еще один состав Тоже неплохо будет На ЖД-3 тоже, кстати говоря Можно поменять Часть подвижного состава Давайте посмотрим Что мы тут можем заменить? Можем заменить вот это вот старье, например Вот это вот это старье для разнообразия И вот это старье Взамен на восьмого гонки И добавляем еще один состав Ой, ой, а в чем проблема? Я не понимаю Вот, вот, а что? Он пишет ожидание свободного пути А какой свободный путь? Ты, прости меня, ждешь? Ааа, я понял вас Ну, слушайте А есть ли нам смысл Заканчивать данный маршрут Новосибирский Если мы можем повезти его Опять же в сторону Уссурийска Тоже хороший вопрос Ааа, все Не-не-не, подождите Не все Мы здесь просто не поставили светофоры Как раз таки из-за этого у нас и большие-большие проблемы Так, ну все равно у нас тут, смотрите Просто огромнейшие пробки из поездов И нужно тоже с этим желательно что-то сделать, конечно А вот что, это тоже хороший вопрос Типа, я его могу развернуть Но рано или поздно все равно случится какая-то проблема Правильно? Правильно Ну, вроде поехали Вроде бы Опять же, буду надеяться, что это сработает Хотя бы на какой-то промежуток времени Так, а здесь-то почему проблемы, я не понимаю Что тебе не нравится? Что такое? Правильно Потому что здесь у меня только один путь Вот я вроде хотел, знаете Обычно же бывают всякие вот эти вот железнодорожные ветки Где один путь И вроде это как круто Типа реалистично Но что-то как-то не очень реалистично, если честно Потому что Видимо, как-то это плохо Все в игре, к сожалению, работает Ну что, ты поедешь все-таки или нет? Да, тут, смотрите Тут как раз-таки проблемы Из-за того, что тут Однопутный участок очень длинный И, скорее всего, это тоже достаточно сильно тормозит Все движение Ну, очень будем надеяться, что это все-таки сработает Потому что пробка из поездов, извините, просто гигантская Я не знаю, как это все сейчас разруливать Возможно, придется сейчас буквально пару поездов просто отправлять обратно Чтобы они просто съехали на этот путь И дело с концом А то пассажиропоток этого просто не выдержит А он-то что стоит, я не понимаю А-а-а Слушайте, так у меня здесь светофоров, что ли, нет Вы хотите сказать? Какой ужас А почему у меня здесь светофоров-то не стояло? Я не понимаю Почему я их не сделал? Так, у меня опять какое-то столкновение поездов Это просто какой-то транспортный коллапс Не иначе Мне кажется, часть поездов отсюда также можно отправить обратно Восвоясь Чтобы тоже хоть как-то наладить все эти проблемы с трафиком Но я надеюсь, нигде больше таких безумных проблем нет Потому что вроде проблема была Но восклицательный знак у нас не горят Соответственно, вроде как и нормально А вроде ненормально Я бы, возможно, еще Урбан Виль заставил бы расти В какой-то мере Потому что теперь он может принимать топливо А откуда мы с вами можем возить топливо? Мы можем возить с вами топливо Естественно Естественно По вот этому маршруту Топливо и детали, да Только где нам разгрузиться? А, а разгрузиться мы с вами можем с этой стороны Правильно, нет? Ну, не совсем, конечно, правильно, если честно Смотрите, опять у нас тут пробка Или я чего-то не понимаю Может быть, на ЖВ-1 у меня слишком много составов Может, все-таки нужно часть продать? О, господи, здесь проблема Так почему я не понимаю? Алло В чем проблема-то? Здесь, смотрите, тоже такая проблема Что, получается, не хватает платформы Для данного поезда Но вот сейчас вроде бы должно быть все получше Я очень, по крайней мере, на это надеюсь Нет, слушайте, поезда вообще битком Ходят уже желание буквально 12 вагон и составы здесь составлять Ну, зато, кстати, вид хороший Ну, по крайней мере, хоть так У нас вообще в Кисловодск-то А, слушайте, кирпичи в Кисловодск все-таки идут Это замечательно Ну, вроде как с большинством проблем мы справились И, слава богу, мы их хотя бы нашли Потому что, если бы не нашли, я бы не знаю, что бы тогда было Но, в любом случае, спасибо большое, что смотрели видео до конца Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк А с вами был, как всегда, Рубан Дрю Всем хорошего настроения Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok